Алия. Автор Виталий Другой. Читает Алевтина Пугач. Вообще-то правильнее было бы писать слово «Алия» через букву «О», произнося нечто среднее между звуками «О» и «А», так как в иврите это слово, означающее «подъём» или «репатриацию в Израиль», происходит от «Оле-Хадаш», «новый репатриант», и пишется не через букву «Алиф», а через «Аин». Ну а эти тонкости мало кого интересовали в те далёкие 90-е годы XX века. К тому же иврита мы ещё не знали, а лишь собирались идти его изучать. Мы — это я и мой папа. У мамы тогда врачи обнаружили онкологическое заболевание, и ей было не до учёбы. Это болезнь мамы и развал экономики Советского Союза после перестройки. Меня, студента последнего года обучения в Саратовском политехническом институте, заставляли всё чаще задумываться о переезде в Израиль. И мы с папой вместе пошли на курсы иврита, которые энтузиасты организовали при одной из школ в центре Саратова. Профессиональных учебников ещё не было, как не было и интернета с обучающими программами. Просто один из учебников, привезённый кем-то из Израиля, перепечатывался сотни раз на печатной машинке или копировался на копировальной машинке к серксе. Но нас не останавливали трудности в обучении. Язык не похож ни на один из европейских языков, а преподаватель и сам его знал плохо. Тем не менее, мы выучили алфавит, около двух сотен слов и немного грамматики. Сама идея переезда мне нравилась, как и любому человеку в 23 года, осознающему, что его судьба в его руках. Тогда же я написал пару стихотворений. Вот это, когда завалил сложный экзамен. Завал. Ужасен этот час. Ты обречён, не знаешь, что сказать. И говорят, придите в другой раз. Не веришь, мол, ещё не помирать. Последний шанс, выпрашиваешь ты. Вершитель судеб тоже человек. Как будто веришь в доброту стены, в жестокий безрассудный век. Но не упал. Надежда всё же есть. Лети туда, откуда привели. Спасай свою и родственников в честь. Достигни обетованной земли. Не пропадёшь, раз веришь в доброту. Учи язык и собирайся в путь. Увидишь всего мира красоту. О Родине жестокость ты забудь. Прости ей всё, что вынужден стерпеть. Великодушие им растопит зло. Лишь надо своё сердце подогреть, используя Израиля тепло. И второй стих для мамы, когда она лежала в больнице. Мама, почему ты далеко? Уж очень грустно мне, когда болеешь ты. Я понимаю, и тебе там нелегко. Хочу я подарить тебе цветы. Но не могу. Поэтому пишу. Пишу, что нет дороже в жизни никого. И папа очень-очень ждёт тебя. А ты его. Ты не скучай. Приезжай быстрей. Ведь надо собираться нам в дорогу. А там избавишься от боли ты своей. Забудешь всё плохое понемногу. Субтитры сделал DimaTorzok